МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня вас ждет особенный выпуск о помазании Святого Духа. Если вы изголодались по Богу и хотите, чтобы Он использовал вас, то оставайтесь с нами до конца программы, потому что в конце программы мы будем молиться за вас и ваши нужды. Я ожидаю, что сегодня будет мощная программа, потому что мы будем исследовать Слово на тему помазания. Давайте прочтем Деяние 10.38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Иисус был помазан Святым Духом. У меня вопрос. А разве Иисус не был Богом? Да, Он был Богом, а также Он был полностью человеком. Он был на 100% Бог и на 100% человек. У Него тоже были физические ограничения. Например, Он уставал, чувствовал голод, жажду. В Библии сказано, когда Он постился 40 дней и ночей, дьявол пришел искушать Его. «Что же сказал Ему дьявол? Прикажи этим камням превратиться в хлеб». Это говорит о том, что Он проголодался. Это значит, что Иисус имел те же ограничения. А также Он был ограничен географическим положением, так же, как и мы. Он не находился одновременно повсюду. И как человек, Ему нужно было помазание Святого Духа. 30 лет. 30 лет Иисус прожил без чудес. Никаких чудес и никаких знамений. Об этом ничего не сказано. Ничего этого не было до конца особого случая, «Когда Отец Небесный сказал, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя». Это было во время Его крещения. Только после этого Иисус начал действовать в силе. Сразу после этого Он отправился в пустыню. И в Библии сказано, что Он вышел из пустыни в силе Духа. «Это означает, что все свое земное служение с чудесами и знамениями, с изгнанием бесов, проповедью Евангелия в силе, превращением воды в вино, исцелением больных и воскрешением мертвых, очищением поркоженных, умножением еды, хождением по воде, все эти удивительные чудеса и знамения были совершены Иисусом, потому что Он был помазан Святым Духом». В Луки 4,18 сказано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». Эти слова Иисус прочитал из книги пророка Исаии, когда был в синагоге. И Он читал не с айфона или айпада, конечно же нет. Он читал из свитка. Он открыл свиток именно на том месте, где сказано, «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня». Зачем? Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. То есть Иисус был помазан Духом не просто так. Я хочу прояснить кое-что относительно помазания. В Ветхом Завете люди, особенно пророки, отделяли определенные предметы утвори и даже людей для особой цели, для Божьей цели. Помните, как Самуил шел помазывать Давида на царство? Мы хорошо знаем эту историю. Когда он был в доме Исея, все сыновья вышли вперед, но Давида среди них не было. Что он использовал для помазания Давида? Масло, чтобы продемонстрировать отделение человека в том случае Давида для особой цели, особого плана, задуманного Богом. Итак, помазание означает отделение, отделение кого-то или чего-то для особой цели. В том случае Давида помазали на то, чтобы он стал царем. И мы знаем, что в Ветхом Завете помазание было символом отделения и способностей. Это не изменилось. Иисус был помазан Духом. Как мы только что читали в Деяниях 10.38, Он был помазан Святым Духом и Силой. Он был помазан, отделен и назначен, а также наделен способностями для выполнения заданий, соответствующих Его цели. Итак, помазание Божье несет в себе цель. Бог не помазывает никого без цели и без миссии. Если вы хотите быть помазанным Богом, то вы вначале должны понять, какова цель этого помазания на вашей жизни. Так было с Иисусом. Он сказал, Дух Божий на мне, потому что Он помазал меня, чтобы проповедовать Евангелие. Некоторые люди помазаны учить, некоторые помазаны петь и поклоняться, некоторые люди помазаны быть евангелистами, некоторые быть пророками. Получается, что есть разные виды помазания, но Дух один и тот же. Но смысл помазания остается неизменным. Это отделение и наделение способностями. Иисус был отделен и наделен способностями от Духа, чтобы творить все те чудеса. Библия говорит, что Бог совершал великие чудеса и через апостола Павла. Он был отделен как апостол и также наделен способностями от Духа, чтобы творить великие чудеса и свидетельствовать о Христе. Итак, помазание это отделение и сила, которое сходит от Духа Святого на человека. Если вы хотите быть помазаны, то вы должны понимать, что в этом случае вы будете отделены и наделены силой Святого Духа. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Я покажу вам короткое видео, которое есть на нашем YouTube-канале. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, потому что каждую неделю мы выставляем новый контент, который благословляет множество людей. Подпишитесь сегодня, и вы получите доступ к интересным видеороликам, передачам в прямом эфире и многому другому. А сейчас я хочу вам показать видео о начале пути в помазание. Что такое крещение в Святой Дух? Это правда? Библейское понятие. Оно реально сегодня? И я могу его получить? В этом видео вы получите ответы на эти и многие другие вопросы. Но если вы впервые на нашем канале, то я рекомендую вам прямо сейчас подписаться на нас, потому что мы предоставляем контент, который поможет вашей вере расти. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и помогайте нашему каналу продвигаться. Если вы еще не знаете, кто я такой, я Гермес Фалькао-Младший. Я возглавляю служение Рассвет Пробуждения. Последние 12 лет мы ездим по всему миру, проповедуем Евангелие более чем в 35 странах. Я лично очень много раз видел, как люди крестились в Святой Дух. Итак, что такое крещение в Святой Дух? Когда вы принимаете Иисуса Христа в свое сердце, вы становитесь Детем Бога, и Дух Святой поселяется внутри вас. Библия говорит, что вы храм Святого Духа. Чтобы объяснить вам, что такое крещение в Святой Дух, мне нужно вначале объяснить вам, что происходит во время спасения. Во время спасения вы получаете Духа Святого внутрь. А что такое крещение? Слово крещение или баптизм означает погружение, а также подразумевает переливание через край. В Деяниях 1 Иисус сказал ученикам, оставайтесь в городе, пока не облечетесь в силу. Тут слово сила это дунамис, что означает сверхъестественная, чудотворная сила с небес. Иисус сказал это ученикам, которые уже были спасены. Помните, когда ученики изгоняли демонов, они радовались этому, а Иисус сказал им, почему вы удивляетесь этому, удивляетесь тому, что ваши имена записаны на небесах. То есть ученики уже были спасены, а позже Иисус сказал, подождите, пока не облечетесь в силу. А затем в 8 стихе Он сказал, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии. и даже до края земли. То есть крещение в Святой Дух это облачение в Божью силу, когда Дух Святой не только обитает внутри вас, но еще исходит на вас для служения. То есть Дух Святой сходит на верующего, чтобы тот мог быть эффективным свидетелем Иисуса Христа. Петр отрекался от Христа. Мы знаем эту историю. Он отрекся три раза. Из-за этого он был очень подавлен, но Иисус восстановил его на берегу моря. Но позже во второй главе, когда все ученики были вместе в горнице, с небес пришел сильный ветер, и над всеми учениками появился язык пламени. Они получили иные языки и наполнились силой Божьей. Сразу после этого Петр получил такую сверхъестественную смелость, что пошел и начал проповедовать. И в итоге в тот день три тысячи человек приняли Христа. Итак, крещение в Святой Дух — это наделение силой Бога, чтобы вы могли быть эффективным свидетелем Иисуса. Затем идет очень важный вопрос. Крещение в Святой Дух актуально сегодня? Говоря о крещении в Святой Дух, Петр сказал в Деяниях 2.39, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Дальние — это не только те, кто далеко живут, но и дальние во времени. Например, в Деяниях 8 мы видим крещение в Святой Дух в Самарее, а в 19 главе, которая была значительно позже, сказано, что Павел пришел в Ефес и спросил верующих, «Приняли вы Духа Святого?» уверовавши. Они не знали, кто такой Святой Дух, то есть они приняли Иисуса, но еще не знали, что такое или кто такой Святой Дух. Мы знаем, что далее Павел возложил руки на учеников, и они были крещены в Святой Дух. Они начали говорить на иных языках и пророчествовать. Из Библии мы видим, что это крещение было не только для апостолов того времени, но и для всех дальних, таких, как мы с вами. Оно актуально сегодня и сейчас. Оно для вас. Именно поэтому я это вам сейчас и говорю. Будьте благословенны. Сейчас. Иисус сказал в Иоанна 7,38, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Речь идет о крещении в Святой Дух, которое должно было наступить в будущем. Мы видим в Слове, что ученики ждали в Иерусалиме, пока не облачатся в силу. То есть это доступно всем верующим и вам тоже. Я лично видел, как это сила и благословение для людей, которые приняли крещение в Святой Дух. Так же было и со мной. Я был маленьким ребенком, когда это случилось. Это было настолько невероятно. Я был облечен в силу Божью. Так может случиться и с вами. Не позволяйте никому лишить вас этого благословения. Вы можете иметь силу Святого Духа. Единственное требование это верить в Иисуса Христа. Если вы верите в Иисуса, то имеете право на то, чтобы исполниться Духа. Петр, ссылаясь на Иаиля, сказал, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Это и есть в Библии. Это актуально и сегодня. И это доступно вам. Нужно лишь попросить. Библия говорит, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий, просящий, получает, и ищущий, находит, и стучащему отворят». Итак, крещение в Святой Дух доступно каждому верующему. Я решил снять это видео, чтобы донести до вас, что это обещание доступно каждому верующему. И если вы еще не получили это крещение, то я хочу помолиться за вас, чтобы Бог прямо сейчас наполнил вас Святым Духом. Поднимите руки, и я буду молиться за вас. «Отец, во имя Иисуса я благословляю всех наших зрителей. Коснись каждого, кто желает креститься в Святой Дух. Дай им языки огненные, и наполни их своей силой. Во имя Иисуса пусть они будут крещены Духом Святым и огнем. Во имя Иисуса Христа выпустите то, что сейчас внутри вас. Позвольте силе Божьей течь через вас во имя Иисуса». Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать на кнопку «Лайк». Подписывайтесь, комментируйте. Напишите мне, крещены ли вы Духом Святым и как это было. Я всегда рад вашим письмам. Божьих благословений и до встречи в новом видео. Мы снова с вами и продолжаем говорить о помазании Святого Духа. Только что вы посмотрели видео о крещении в Святой Дух. Многие думают, что крещение в Святой Дух – это самый последний пункт, который идет в самом конце. Но я хочу сказать, что крещение в Святой Дух – это лишь начало пути в помазании Святого Духа. Когда вы крещены в Святой Дух, из вас течет сила Божья, и вы начинаете ощущать совсем иное помазание. Хочу еще раз подчеркнуть, когда вы приняли Христа, вы уже получили Святого Духа. Но когда вы креститесь в Святой Дух, Бог помазывает вас и наделяет вас силой, чтобы потом использовать вас. Но это лишь начало вашего пути в помазании. Есть значительно больше. У помазания тоже есть уровни. Вначале Иисус не творил чудеса, но потом Отец сказал, «Это Сын Мой, в Котором Мое благоволение». И Дух Святой сошел на Него в виде голубя. После этого Он превратил в воду вино, исцелял больных, очищал прокаженных и воскрешал мертвых. Помазание в жизни Иисуса прогрессировало. С Моисеем было то же самое. Он сотворил много разных чудес перед тем, как разделить Красное море. Работа Божья в нашей жизни — это процесс. И есть один момент, о котором мало кто говорит. «Нужно отречься от Себя, если вы хотите попробовать, что такое Божье помазание». Иисус сказал, «Кто хочет быть Моим учеником, должен отречься от Себя, взять свой крест и потом следовать за Мной». То есть Господь призывает вас отречься от Себя, если вы хотите увидеть и почувствовать новые уровни помазания в своей жизни. Иисус пережил это на личном опыте. Перед распятием он был в Гефсиманском саду. Мне довелось побывать там не так давно. Он хотел, чтобы ученики молились вместе с ним, но они не могли, потому что засыпали. Он пережил одиночество, предательство, и он был в Гефсиманском саду, и его пот был как капли крови из-за агонии греха, который должен был сойти на него. Затем Иисус сказал, «Отец, если это возможно, пусть минует меня чаша сия, но пусть будет не моя воля, а твоя». Что это значит? Он знал, какие его ждут страдания, агония и жертвы. Вы должны понимать, что он был таким же человеком, как мы с вами. То есть у него было такое же тело. Он переживал боли, страдания. Он точно знал, что ждет его дальше. И он сказал, «Пусть минует меня чаша сия, но пусть будет не как я хочу, не моя воля, твоя». Что это значит? Полное подчинение воле Отца. И если вы хотите пережить новый уровень помазания Святого Духа, когда это помазание растет и расширяется в вашей жизни, то это напрямую зависит от вашего подчинения Святому Духу. Я понимаю, что это непопулярное послание. Потому что все хотят только чудес. Силы Божьей и помазания мы все этого хотим. И в этом нет ничего плохого. Это прекрасно. Это библейское желание. Но если я хочу перейти на новый уровень Божьей силы и славы в моей жизни, то это напрямую зависит от уровня моего подчинения Духа Божьего. Помазание связано с нашим подчинением Духу. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, то вам нужно понять, подчиняетесь ли вы Святому Духу, подчиняя ли я ему мои мечты, мои желания и даже мое желание служить, подчиняя ему все? Иисус ходит в такой невероятной силе, потому что он был в полном подчинении Отцу. Итак, если говорить служение Богу в помазании, то вам нужно подчинить все. Помазание напрямую связано с уровнем вашего подчинения Святому Духу. Аминь. Я буду молиться за вас, чтобы Бог помазал вас, и вы стали эффективным свидетелем Иисуса. Есть разные типы помазания. Я не знаю, какое у вас призвание, но если вы призваны к служению в Царстве, то Бог хочет дать вам помазание для исцеления этого задания. Помазание это отделение и наделение силой от Бога для достижения какой-то цели. Итак, у вас есть цель в Царстве Божьем. Возможно, вы пытаетесь найти эту цель или предназначение, но помните, что Божье помазание поможет вам исполнить то, к чему призвал вас Бог. Я хочу помолиться за вас. Я хочу, чтобы Дух Святой наделил вас силой, дал вам благодать и помог подняться над обстоятельствами. Я также помолюсь за всех, кто болен и страдает, чтобы сила Божья сошла на них и подняла больного с постели, освободила того, кто подавлен, чтобы спали цепи сатаны. Давайте молиться и ожидать сильного прикосновения Святого Духа прямо сейчас. давайте будем молиться и ожидать от Святого Духа и ожидать от Отца. Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Твое помазание. Дух Святой, начинай действовать в сердцах людей по всему миру, побуждая их подчинить все Тебе. Молюсь за тех, кто не может найти свое призвание или сражается с Ним из-за цены, которую придется заплатить. Господь, во имя Иисуса, дай этому человеку благодать и Твою силу, чтобы он мог сделать то, к чему ты его призываешь. Во имя Иисуса, помазывай людей прямо сейчас, отделяй их через елей Святого Духа. Пусть сила Святого Духа сойдет на каждого жаждущего верующего. Во имя Иисуса, пусть Твой план, Господь, Твоя миссия будет исполнена этим поколением, которое полностью подчинилось Божьим целям. Во имя Иисуса, я молюсь также за больных и подавленных. Исцели их. Пусть слава Господне наполнит каждый дом прямо сейчас. Благослови каждый дом и каждую семью. Прикоснись к тем, кто болен, исцели их для своей славы. Я также молюсь за тех, кто подавлен, угнетен или находится в каких-то узах. Пусть все узы падут во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Слово Твое говорит, что именно для этой цели пришел Сын Божий. Он пришел, чтобы уничтожить дела дьявола. Спасибо, Отец. Твое помазание действует в жизнях людей прямо сейчас. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Оставайтесь с нами на связи. Присылайте нам свои молитвенные просьбы и свидетельства. Мы здесь для вас. Мы любим вас. Молимся за вас и верим, что Господь могущественно действует именно в вашей жизни. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Там вы найдете интересный контент, который благословит вас. Божьих благословений. Здравствуйте, друзья. Эта программа предоставлена вашему вниманию телеканалом ТБН Россия. Если она благословляет вас, то я рекомендую вам позвонить в колл-центр ТБН и сообщить им, что вы хотите поддержать ее своими финансами. Ваше пожертвование помогает этой программе оставаться в эфире. Поэтому сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и сообщите им о вашем желании поддержать эту программу. Божьих благословений. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова